Приветствую вас и для реализации таких качеств человека, как решение проблем, как желание и стремление решить проблему, нужна воля, нужен мотив и стремление. Стремление к тому, чтобы решить проблему, пойти на какую-то уступку, поменять свое отношение к этому, может быть, даже признать свои ошибки. Только так можно решить проблему. Человек, о котором вы, такими качествами не обладает. Он не способен не то что совершать действия, которые требуют от него серьезных волевых затрат. Он не способен, во-первых, признавать свои ошибки. Он не способен критически относиться к самому себе. Он не способен корректировать свое поведение так, чтобы оно изменялось вместе с изменяющимися обстоятельствами. По сути дела, человек с таким поведением генерирует в себе тревожность, то есть бег от изменяющихся обстоятельств. И человек с тревожностью, конечно же, не осознает того, что является причиной тревожности. И предпочитает постоянно находить такие ситуации, где тревожность отсутствует. В данном случае новые отношения человека являются тем самым бегом. С тем самым бегом, который избавляет на время человека от тревожных ограничений, от необходимости делать что-то такое, что ему не нравится, от необходимости делать что-то такое, что вызывает у человека напряжение, от необходимости делать что-то такое, что человеку неприятно. Объезжая на ваш вопрос. Значит, можете ли вы как-то на человека повлиять, особенно если учесть, что вы не хотите возвращаться в эти отношения, не хотите возвращаться в человека? Будет такой. А зачем вам как-то влиять на данного человека, если вы не хотите сами в этих отношениях больше участвовать? Для чего? Чтобы направить на путь правильный. Так он для каждого свой. У кого какой вариант развития его жизни? Вот у человека свой, у вас свой, вы поняли какие-то моменты, извести опыт, а он нет. И может быть и не извлечет. Может быть он так и будет, а в течение своей жизни бежать от проблем. И это его выбор. Оставьте его с этим выбором. Дайте ему возможность жить так, как он хочет. То, что происходит у вас, а именно, стремление образумить человека, очень сильно напоминает фрустерацию, когда вам хочется показать, что вот он, этот человек, был неправ, что его ценности были неверными, что действовал он, руководствуясь ложными целями, ложными убеждениями, а вы были правы. И это лишь означает, что вы до сих пор не приняли того, что человек от вас ушел. Вы не приняли до конца этого факта. И подсознательно пытаетесь человека вернуть. Но это его выбор. И если этот выбор был сделан осознанно, то неважно, сколько длились ваши отношения, год, два или десять. Если человек принял решение, он понял, что отношения его не устраивают, то он их не ломает. Он просто их заканчивает, оставляет их в себе, но переворачивает страницу и живет дальше. Потому что чувствует, что они не удовлетворяют его потребности или требуют от него тех затрат, которые он предоставит. Не готов. Это его право. Это его выбор. Каким бы решение не казалось абсурдным вам, это его выбор. И возникает вопрос, зачем вы хотите на него повлиять? Чего вы хотите этим добиться? А самое главное, как это относится к вам лично? Вот на эти вопросы я предлагаю вам ответить, для того, чтобы лучше понять ваше место в этой ситуации. Потому что очевидно, что вы переживаете, очевидно, что вы испытываете ряд негативных эмоций, пытаетесь через рационализацию как бы ситуацию осмыслить, но у вас не получается. Потому что слишком еще, видимо, свежо в памяти и очень яркие еще эмоции, чувства по отношению к человеку. Вы еще не приняли того факта, что вы больше не вместе. Если это так, то просто нужно человека отпустить. Для этого вам могут потребоваться услуги наших экспертов, которых вы можете выбрать на странице списка, где они отображены. и, соответственно, поработать с любым понравившимся вам человеком. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!